Доброго понедельника вам, друзья! Не доброго понедельника, не другие. Алла Борисовна Пугачёва опубликовала пост у себя в Телеграме. То ли с просьбой, то ли с требованием предоставить ей такой же статус, как её мужу. Иностранного агента. Инагента. Ну, вообще, честно говоря, я не понимаю, с какой стати, собственно. Максим Галкин зарабатывал это звание в течение нескольких месяцев, гастролируя по всему миру. От Израиля до Австралии. Где там фигачил со страшной силой все внешнеполитические инициативы страны. Стебался там по поводу Бучи, по поводу сбитого Боинга. То есть я там понимаю, за что ему дали. Всё-таки вот тот же Александр Глебович Невзоров, получивший этот статус. Он всё-таки на минуточку, бывшее доверенное лицо Путина, бывший депутат Государственной Думы. То есть он старался, работал над этим званием. Посмотрите, что он пишет. Вот в его телеке сегодня там пост про кальсонные войска Путина. Путина, он так же как и Россия, пишет исключительно с маленькой буквой, как и все сведомые. Вот я понимаю, там люди работают планомерно, долго для того, чтобы получить это звание. Алла Борисовна хочет этот раз взять вот так вот и получить. Я считаю, что в своё время в эфире у Владимира Славьёва, его тёзка Жириновский, всё правильно и сказал. Алла Пугачёва, народная артистка СССР. У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, Вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны – это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите, ну ладно мне, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врёте нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведёте себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай Бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки, ведёте себя разнузданно. Мой вопрос – это что, часть имиджа, разрешённого вам сверху, то, что ни один политик так себя не ведёт, это пробелы в воспитании вашем? Или, не дай Бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано? Вы когда… Если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это всё-таки на весь мир? Всё? Всё. Отличаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию. Я её сам создал. Я сам первый пошёл кандидатом в президенты ещё советской России. Все разбежались. Значит, это природно, да? Получите! Я с партией! Не хамите мне, не хамите! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Всё! Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, хотел этого услышать. Не убирайтесь вон отсюда! Не уберусь! Всё! Уберёт! Выведет охрана сейчас! Да, я веду себя как певица, а не как певичка. Охрана никого не хватает. Не ори на меня, будущий президент. Я говорю вам, Алла Борисовна. Я вам не Алла Борисовна. Вы меня уже назвали певичкой. Я думала, что вы... Про поведение говорить, что я пять раз не женился. Я думаю, что вы... Я думала, что вы дружевник, политик, хитрый человек. Я отвечаю, Солу. А вы просто клоун и псих. На чье время? Отличаю. Время Зариновскую. Я должен дать время. Такой, какой я есть, я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней, и потом страну залил кровью. Если Хрущёв прикинулся тихоней, и мы съели везде кукурузу. Если Брежнев был великий, и вся страна пьяная и коррупция. Горбачёв за демократию, и Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный. Чё вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Чё вы тогда за него агитировали все? Чё вы сейчас помолчите? Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева, под Горбачёва, под Ельчина, под Путина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду о вас плевать и вытирать ноги. Позор вам. Позор, позор. Все, кто легли сегодня под любого, смотрите, все четыре кандидата, все позвали артистов. Позор. Алла Борисовна, по закону сейчас время Жириновца. Да. Она не понимает этого, на законах не считают. У неё закон один, менять мужей каждые пять минут. Вот её закон. Вы меня извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю ещё раз. Вы ведущий. Я и ведущий. Вопрос. Все молчат. Я и попросил. Я отвечаю. Алла Борисовна уступить ваше время. А она не может понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться за меня. Не за Аллу Борисовну. Не надо. Алла Борисовна навсегда останется и есть в истории мировой музыки. Я буду говорить то, что я считаю нужным. Это ваше право. Это ваше право. И вы не имеете права вмешиваться. Ваше время, прошу. Если вашему каналу Рокоров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно всё проплатил. И в Кремле, и народу, и пускай на риски рабочие скажут, которые уехали. Кто ни разу в моей передаче не бывал чаще вас, не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Я говорю. Прошу. Страна в условия гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов, там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли родину. Что мы им скажем? А русский народ оплёван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде. Русских лётчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются из окон. То тоже будем всё тихо, спокойненько говорить. Ребята, всё хорошо. В костюмчиках тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц. Кругом наркоманы. Кругому... Ну, что делать? Зато пойдём в концерт. Прохоров заплатит. Алла споёт. И нам хорошо. Вам втроём хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному русскому народу. А на вас мне наплевать. Всё. Прошу.